Старая малоэтажная застройка, к которой привыкли многие туристы, посещающие Истамбул. Ветхие дома, стоящие вплотную друг к другу, образуя сплошную стену жилья. Это точно не про Суади. Здесь предпочитают жить состоятельные истамбульцы, которые ценят пространство, качество, зелень и чистоту. Этот квартал расположен на сплошной тектонической плите, что делает его довольно безопасным для строительства высотных домов. А множество кафе, ресторанов, баров и роскошных магазинов на Багдадском проспекте предполагает прекрасный досуг в свободное время. Давайте отправимся в азиатскую часть, в район Кадыкёй и прогуляемся по прекрасному Суади. Наливайте чашку кофе или бокал вина. Приятного просмотра! Друзья, всем доброе утро и добро пожаловать снова ко мне на канал, где мы здесь с вами гуляем по разным районам, разным улицам, кварталам необъятного Стамбула. Сегодня у нас уже 21 августа, на улице зной. Обычно я выхожу утром погулять, показать вам такой безлюдный Стамбул, но сегодня не получилось. Время на часах уже почти 12. На улице плюс 35, влажность тоже очень высокая и поэтому не каждый решится выйти просто так по собственному желанию на прогулку. Сегодня мы с вами, друзья, гуляем в районе Кадыкёй, а именно в Махале, в квартале Суади, который считается элитным районом в Стамбуле. И здесь предпочитают жить такие люди, так сказать, весьма и весьма состоятельные, потому что жилье здесь стоит каких-то неподъемных денег. Аренда здесь тоже очень дорогая, от 17 тысяч лир, сами переведите в рубли. Ну, как бы, статус района таков. Сейчас вот BIM с вами прошли, это такая сеть, как наподобие магнит. И сегодня мы с вами пройдем по основной улице Суади, выйдем немного на Багдад-Джаддеси. На Багдад-Джаддеси мы с вами уже... Какой-то садик. На Багдад-Джаддеси мы с вами уже гуляли весной ранней, еще зелени не так много было. Также утром я выходил. Это, как бы, и есть основная такая достопримечательность района Суади. Точнее, квартала Суади, так, аптека впереди, мне надо зайти, подкупить кое-какие витаминки. И расположен он в азиатской части между кварталами Бост-Джи и Эренкёй. Так, в аптеку надо зайти. Вернусь. Ну вот. Вот так вот здесь витаминки выглядят. Прикупил немного. Так, друзья, что я говорил, Суади расположен между Бост-Джи. Мы с вами там еще погуляем. Это тоже такой элитный, дорогой, безопасный и чистый квартал прекраснейший для жизни. С великолепной набережной. Шок-магазин. Шок тоже как магнит. Магнит, может быть, в России пятерочка. И вот такие вот здесь жилые дома. Идеально чисто, великолепно. Очень нравится Суади. Сейчас мы с вами потихоньку спускаемся от метро, как обычно, до побережья Мраморного моря. И немного с вами пройдем по набережной. Не думаю, что там будет полно народа, как бы по вечерам, особенно в выходной день, потому что, опять же, очень-очень жарко. Но там есть небольшой пляж. Вы многие спрашивали, как выглядят пляжи в самом Стамбуле. Вот я вам и покажу. Потому что, кроме Шиле, это район Северный Стамбула, который выходит к побережью Черного моря. Вот там пляжи, конечно, великолепные. А в Стамбуле и, я имею в виду, на побережье Мраморного моря, также на Принцевых островах, ну, совсем уж такое. Так, а мне нужно будет еще найти аптеку. Ну, искать не придется. Их здесь миллионы на каждом углу. Вот здесь еще, видите, сохранились такие старенькие домишки квартала Суадия. Ну, а далее, особенно уже после проспекта Багдад, там уже, конечно, будут новостроечки. Вот тоже из старых таких построек. Какой-то придомовой магазин. И вот аптечка. Аптечка так, надо перейти, и я туда зайду, тоже кое-что спрошу. Не знаю почему, но не могу найти в аптеках калий, минерал для приема внутрь. Наверное, буду заказывать уже на тренде Орн. Ну, сейчас посмотрим. Ну что, опять у меня неудача. Я не знаю, что происходит, но не могу найти калий. Это же такой распространенный минерал, но какая-то проблема. Но самое, что было приятное, фармацевт в аптеке говорила на английском языке, что в Турции, тем более в азиатской части, не так распространено, но как раз и говорит о высоком статусе этого квартала. Вообще, друзья, английский язык, кто смотрит мой канал давно, кто знает обо мне, я очень много путешествовал. Да, и сейчас, находясь в Турции, очень часто, не зная изначально турецкий язык, очень часто пользовался и до сих пор пользуюсь английским языком. Поэтому всегда и всем отвержу, что, друзья, учите английский язык, чтобы не чувствовать себя, сименс, марка, я не помню, у нас в России, по-моему, сименс уже давно нет, чтобы не чувствовать себя неловко, находясь в другой стране. Да и вообще, в современное время без английского языка, как вы и сами понимаете, никуда английский необходим абсолютно везде, для работы, для общения, для путешествий и просто для саморазвития. Так, я сейчас перейду на другую сторону и продолжим с вами прогулку. И, друзья, если у вас появится желание изучить английский язык, говорить на нем свободно, спокойно, предлагаю обратиться в онлайн-школу изучения английского языка «Ингликс». И неважно, сколько вам лет, в онлайн-школе «Ингликс» человеческий подход к каждому ученику, то есть индивидуальный подход к каждому, а не к конвейерному обучению. И, как во многих школах, и неважно, человек понимает эту тему или не понимает, в основном всегда преподаватели идут дальше, дальше, дальше по плану. Но в «Ингликс» индивидуальный подход и очень сильные преподаватели, потому что у школы своя собственная авторская система отбора преподавателей, что гарантирует вам высокий профессионализм персонала. И, следовательно, «Арчелик», тоже турецкая марка техники и посуды в Турции. А, следовательно, высокий результат у учеников и преподавателей действительно мастера своего дела. При обращении в онлайн-школу «Ингликс» вы получите бесплатный вводный урок, а при покупке курса с моим промокодом «Walker» вы получите 40% скидку. Пользуйтесь, друзья, развивайтесь, пока предоставляют нам всем такую хорошую возможность. И, кстати, ученые доказали, что человек, владеющий несколькими языками, в старости меньше страдает от старческих каких-то там ментальных проблем и болезней. Так, ну а мы уже с вами скоро подойдем к Мармарай в Суаде, электричке, перейдем под мостом вон впереди и уже окажемся практически на проспекте Багдад-Джатбисе. Тоже актары, магазины придомовые, всякие аксессуары. Ну вот, опять же, друзья, вы можете заметить, кто гуляет со мной постоянно по Стамбулу, очень много районов, кварталов, где на улице одна сплошная торговля. И многие из вас даже писали, да что это, неуютные улицы, везде торгов. Ну что, друзья, опять у меня села камера, как в нескольких предыдущих видео, от жары перегрелась. Сказала, я устала и просто отключилась. Все, мы с вами уже сейчас потихоньку подходим к проспекту Багдад-Джатбисе. Всегда непривычно видеть этот проспект малолюдным, потому что обычно на Багдад-Джатбисе, особенно в вечернее время про выходные я вообще молчу. Здесь не протолкнуться, везде музыка, везде кафе-бары, рестораны, все работает, людей полно. Люди отдыхают, веселятся. Вот, впереди вот за деревом уже громадный магазин Зара. Да, в принципе, на Багдад-Джатбисе, кому интересно, посмотрите у меня в видео в азиатской части Стамбула есть просто целая прогулка по Багдад-Джатбисе. И посмотрите там, какие марки, какие магазины. И, в принципе, очень много я рассказывал об истории этой улицы Зара. Так, а мы с вами перейдем направо и потом опять погрузимся в одну из спальных улиц. Посмотрим уже здесь современную застройку, в которой живут состоятельные стамбульцы. Тут где-то недалеко магазин Ролекс. Кстати, друзья, еще интересный момент. Ехал недавно я в общественном транспорте и услышал, местные жители обсуждали, ну, как обычно здесь что обсуждают, инфляцию и землетрясение. Ну, и, естественно, политику своего президента, своей республики и его приближенных. Вот, так просто интересный был момент. Две такие пожилые женщины разговаривали. Как раз мы переезжали в Мармарай под проливом Босфор. И две женщины обсуждали, если хорошенько тряханет так Стамбул, как, что будет с этим тоннелем развалится он. Даже представляли, что мы едем в Мармарай под проливом Босфор. В этот момент происходит землетрясение. Так, я здесь перейду, в другую сторону. А вот, кстати, и Ролекс магазин. И обсуждали, что будет, если вот так вот ехать, и в этот момент произойдет землетрясение. И вообще там страх, мрак. Вот, но, опять же, приехал я домой и начал, тоже посмотрел немного информации по сейсмоустойчивости тоннеля под Посфором. Вот, и написано, что даже при толчке в 7,5-8 баллов всю вибрацию заберет в себя вода. Ну и плюс еще, естественно, современные технологии моста, строительства моста. Также, вот еще посмотрите, бутик Вако находится в таком вот старинном, хорошо сохранившемся здании. Вот, сами, само строительство тоннеля, технологии, все было учтено. Поэтому, ну, опять же, как говорят ученые, ничего страшного не случится, даже если это произойдет в момент, когда вы будете находиться в Мармаре под проливом Посфор. Тоже какие-то торговые... Вот, посмотрите, Аси, Соломон. А мы с вами потихоньку спускаемся к набережной Суади и сейчас прогуляемся по современным, новым уже жилым улицам этого Магалли. Да, друзья, кстати, что еще касается новостей, произошедших за неделю, которые у меня практически не было с вами на Ютубе. Опять произошло землетрясение в Каграман-Мараше. Пять баллов. В общем, восток Турции до сих пор потряхивает. И еще произошло тоже такое неприятное событие. По-моему, 20-го, да, 20-го августа в районе Соргун, города Йосгат, это в центральной Турции, вышедший из-под контроля пассажирский автобус с людьми выехал на встречную полосу. И, по крайней мере, 12 человек погибли, 19 получили ранения. Ну, в общем, в новостях отмечают, что автобус следовал из Сиваса в Стамбул. И на одном из участков дороги водитель не справился с управлением. И после чего автобус выехал на встречную полосу и, друзья, упал с высоты 20 метров в овраг. Ну, как обычно, мы уже много раз в моих видео говорили с вами о культуре вождения в Турции, которой нет от слова полностью. Дорожные правила не соблюдаются. Кстати, недавно, буквально тоже на днях, ввели... Посмотрите, красная дорожка к подъезду по-королевски. Недавно ввели штраф за то, что водители не уступают пешеходам на пешеходных переходах. Ну, посмотрим, как это будет соблюдаться. Почему? Потому что до сих пор... Закон уже работает, но до сих пор люди, водители, точнее, этого не делают. И всегда, как и в любом своем видео, я всегда говорю, друзья, которые приезжают сюда на отдых, либо переезжают, пожалуйста, будьте... Посмотрите, как здесь... Какие постройки. Каждое здание, оно архитектурно отличается. Будьте, пожалуйста, бдительны на дорогах. Потому что в Турции не пропускать. Я не знаю, может быть, этот закон, конечно, поможет со временем как-то поменять менталитет турок в отношении вождения и уступать пешеходам место на переходах. Но пока этого нет. И, пожалуйста, будьте очень бдительны. Потому что в случае... Ну, ты что, интересная такая кофейня. Сейчас уже вышли с вами на улицу, которая ведет к пляжам. Будьте, пожалуйста, всегда бдительны на дорогах. И те, кто еще приезжают на автомобилях сюда, также будьте готовы к тому, что... Как это сказать? Форма вождения здесь очень-очень сильно отличается. Ну и, смотрите, гаражи. Везде спуски под домами, везде парковки. И, как вы можете заметить, на улицах отсутствуют припаркованные автомобили. Вот несколько только единицы. И то, кто остановился перекусить. Вот тоже ресторан под домом. Один из известных в Суаде. Вот. А так, как вы видите, дороги чистые, дороги пустые, свободные. И спокойно можно ходить не между машинами, а по тротуару. Тоже вот еще сохранившаяся старая жилая постройка. Друзья, а если кто собирается в Турцию, кто собирается арендовать на долгосрочный период, либо на краткосрочный в Стамбуле, либо уже купить здесь недвижимость, советую обращаться к проверенным лично мной, моими друзьями, ребятам из агентства Luxury Homes. Они в любое время дня и ночи помогут, сориентируют и подберут для вас подходящий вариант недвижимости в хорошем комплексе, в безопасном. И всегда можете быть уверены в любой поддержке, оформлении документов. Ссылки оставлю под описанием этого видео. И советую обращаться к агентам через Телеграм, потому что в Телеграме они ответят вам намного-намного быстрее, помогут, сориентируют. И ни один ваш вопрос касаемо недвижимости в Стамбуле не останется без ответа. Вот тоже какой-то дорогой комплекс жилой. Ну а мы с вами потихоньку сквозь бары и рестораны. Тут стройка какая-то. Ну это какое-то коммерческое, естественно, помещение. Сквозь бары и рестораны, которые в дневное время суток практически пусты, пробираемся в сторону набережной Суадии. Уже пахнет морской водичкой. Тоже посмотрите. Так, с утреца проснуться с кофейком и с таким вот великолепным видом посидеть. Вид, конечно, не видно, но поверьте, отсюда уже открывается вид на набережную, на Мраморное море, на Принцево острова. Там мы уже тоже с вами много-много раз гуляли. Кому интересно, посмотрите у меня в плейлистах. Либо просто полистайте видео. Я думаю, что всегда найдете что-нибудь, что вас заинтересует. А вот строится какой-то жилой уже дом. И вот он макет. Не макет, точнее, а изображение готового проекта. Друзья, кстати, хочу вас поблагодарить за лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал. Пожалуйста, продолжайте ставить лайки, пишите комментарии. Это очень помогает в продвижении видео. А те, кто поддерживает меня и канал финансово, тем отдельное огромное спасибо. Если есть желание поддержать меня финансово под видео, есть ссылка на донаты и также реквизиты. У кого появится желание, всем буду благодарен. Вот рыбный ресторан Suadi. А это уже у нас торец отеля Suadi. Где очень хороший комплекс. С этой стороны не видно. Там он стоит прямо на набережной. Там есть и бассейн, и спортзал, и все. А вот, кстати, Мак, фитнес тоже. Одна из самых известных сетей спортивных залов, спортивных комплексов в Стамбуле. И, конечно, позанимались, вышли и сразу запили это все кофем из Старбакса. Ну, вообще, я люблю очень. Опять же, во всех практически своих видео я говорю, что я очень люблю азиатскую часть. Вы сами видели. Очень просторно, очень зелено. Вот немного видно сам комплекс гостиницы. Если смотрели уже многие мои видео, можете сравнить архитектуру районной улицы в европейской части. Нет, я не говорю, что там везде, конечно, плохо. Есть очень хорошие районы. Шишли, по нескольким махали Шишли мы с вами уже гуляли. Также у меня на канале в плейлисте европейская часть Стамбула, можете посмотреть. Но в основном это такие старые, туристические, грязные, не очень, так сказать, скверно пахнущие районы с узкими улочками, старыми домами, которые вплотную друг к другу. Ну и, а здесь вот такие просторы. И опять же, друзья, снова отключилась камера, перегрев. Я не знаю, сейчас сколько уже градусов на улице, но просто невозможно находиться, вы видите. Сейчас мы уже с вами вышли на набережную Суаде. Тут будет небольшой скверик слева. Далее частная марина, яхтенный порт. И далее уже, опять же, небольшой парк Суаде. И начнется Махали Бостанджи. По Бостанджи мы с вами погуляем в следующем видео. Хочу прямо сейчас такую серию продолжить, видео по азиатской части города, потому что в основном на ютубе люди, туристы, блогеры снимают европейскую сторону. И она уже пройдена вдоль и поперек. Единственное, немного видео о северных районах Стамбула. Но туда мы с вами еще обязательно доберемся. Вот чуть-чуть спадет жара. А пока хочу вам показать, чтобы вы погуляли по нетуристической Турции, по Стамбулу. И посмотрели вот такой вот, какой он есть. Как здесь живут люди, где живут, где питаются, где покупают. И еще давно собираюсь снять видео о транспорте. И обязательно сниму обо всем транспорте Стамбула. И о продуктовых супермаркетах тоже сниму. Неделю целую не снимал, не было у меня возможности. Друзья, занимался продлением своего вида на жительство. Уже месяц, полтора месяца назад я сдал документы. Очень долго ждал результат. И опять же, насмотревшись, вот посмотрите сверху, вот такие вот яхточки вокруг. Насмотревшись разных блогеров, которые не выдают в НЖ, все закрыто для туристов и так далее, даже в открытых районах отказы. Ну, переживал я, конечно, немного, но мне пришел положительный ответ. И еще пару лет я смогу находиться, проживать легально в Турецкой Республике. И, друзья, еще интересно, я не затрагивал тему оформления, продления вида на жительство. Очень интересный момент, что в Гёче, в миграционной службе, очень-очень много. Вот каждый раз я продлял. Сначала по полгода, и сейчас вот на максимальный краткосрочный срок очень много арабов. Очень много. Мне кажется, их стало больше. И опять же, в том районе, где я подавал на вид на жительство, русских, русскоговорящих, я имею в виду, было очень мало. И в очереди мы стояли с одной украинской парой, разговаривали тоже обо всем происходящем. Так приятно очень поговорили. Но вот русскоязычных в моем районе мало. Так, движемся в сторону пляжа, друзья. Ну вот, многие из вас, как я уже говорил, спрашивали, как выглядят пляжи в Стамбуле. Вот так вот выглядят городские пляжи на побережье Мраморного моря. Очень грязненькие. Марина, которую мы с вами прошли. Грязненькие, цветущая вода. Всегда цветущая вода. Вот. Можете своими глазами посмотреть. Но опять же, жара здесь стоит, как я уже сказал, 35-36 градусов. И вот так вот здесь люди отдыхают. Можно, конечно, выйти один раз искупаться, но я думаю, что лучше поехать на Вапуре, отправиться на Принцево острова. Там пляжи чуть-чуть получше. Но опять же, это не Средиземное море, и это не пляжи Черного моря. А так вот, пожалуйста, можно прийти позагорать. Если сильно уже подгорели, нагрелись на солнце, можно быстренько окунуться. Мраморное море очень приятное. Оно немного холоднее Черного, более соленое, но опять же, очень здорово. А здесь можно выйти в Суаде и перекусить. Также Бостанжи дальше тоже есть пляж. Но он сильно ничем не отличается. Вот так вот. Все, друзья, здесь я буду с вами прощаться. В следующем видео обязательно с вами погуляем по микрорайону Бостанжи. Немного дольше, потому что сегодня как-то так по-быстрому очень-очень жарко. Все, друзья, всем спасибо большое за лайки, за просмотры, за поддержку, за ваши комментарии. Все. Всем мирного неба над головой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok